Но не только областной центр может похвастаться современными набережными. Такое пространство обустраивают сейчас и в Ангарске. Город вообще активно строится. О долгожданных изменениях наш следующий материал. В том, что стихии и цивилизации могут дружить, теперь уверены в Ангарске. Там создают набережную, первой частью появления которой стала берегоукрепление реки Китой. Работы вели на участки протяженностью 1200 метров. Благодаря этому удалось избежать неминуемого обрушения берега. По набережной уже сейчас гуляют люди, а в будущем ее вообще планируют сделать настоящей визитной карточкой города. Здесь готовятся проводить различные массовые мероприятия, праздники. Но и в будние дни будет чем заняться. Например, будут созданы все условия для тех, кто ведет активный образ жизни. Там, где уже в следующем году будут беговые и велосипедные дорожки, сегодня решил пройти и лично оценить сделанное губернатор региона. Ведь проект масштабный, финансируется из бюджетов всех уровней. Походу в планы вносят коррективы. А если пошире сделать? Можно пошире. Много менять пришлось и по ходу возведения школы в одном из микрорайонов города. Строить ее начали еще 25 лет назад. За это время техника то исчезала, то вновь появлялась на площадке. Из-за проблем с финансированием. В 2016 губернатором Сергеем Левченко было принято решение о возобновлении работ. Большую часть необходимой суммы выделили из областной казны. Но все оказалось не так просто. За годы простоя проект устарел. Многие нормы изменились. И кроме этого было проведено исследование города Ангарска на сейсмику. И вот эта территория попала в сейсмозону с увеличенной опасностью. Поэтому и здесь пришлось дополнять. Были привлечены серьезные, наверное, лучшие в Российской Федерации проектировщики в этой части. Итог должен порадовать гаража. Новое учебное заведение с бассейном, двумя спортзалами и зимним садом они увидят 1 сентября 2019-го. На год раньше откроют двери школы в микрорайоне Китой. Еще одно долгожданное здание. Прежнее, деревянное, уже устарело и не вмещало всех. Внутри нового пока побывали немногие. Повезло участникам местного театра. Они уже пару недель готовят номер к 1 сентября. Но до сих пор не могут привыкнуть к масштабам школы. Столовая большая, спортзал большой, все большое. Просторно, ярко. Просторно до такой степени, что одни цеха для приготовления пищи занимают площадь соизмеримую с крупным спортзалом. Стройка современная, поэтому здесь предусмотрено все и для детей с ограниченными возможностями. Ведь каждый имеет право получить знания. А если еще и в таком здании, то школьные годы наверняка запомнятся как одни из лучших в жизни. Алена Полоненко, Андрей Назаров. Новости по будням.